Тесто для ватрушек В чашу миксера я отправляю молоко, яйцо, соль, сахар, дрожжи, растительное масло и сливочное масло. Сейчас я подключаю процессор, размешиваю продукты и сразу же добавляю муку. Добавляю муку и фанелин. Высыпаю сейчас оставшуюся всю муку и замешиваю тесто до готовности. Вот такое получилось тесто. Оно очень мягкое и очень эластичное. К рукам не прилипает. Сейчас емкость, в которой будем растаивать тесто, нужно смазать слегка растительным маслом. Если нет спрея, пропитайте бумажное полотенце и смажьте края. Отправляем сюда тесто. Закрываю крышкой и ставлю в духовку с включенной лампочкой, пока тесто не увеличится в 2,5-3 раза. Тесто подошло. Сейчас я силиконовый коврик сбрызну немножко растительным маслом. Вот такое получилось мягкое. Посмотрите, какое оно нежное тесто. Тесто разделим пополам. И каждую часть разделим приблизительно на 6 частей. У нас получится ватрушки ориентировочно 70-80 грамм теста. Буквально минут на 15, чтобы оно немножко расстоялось. И будем приступать готовить ватрушки. Сейчас я приготовлю творожную начинку для ватрушек. У меня творог. Он у меня такими не очень крупными зернами. Вы можете свой творог протереть через сито, если вы любите пастообразный. Мне нравится вот такой консистенции в ватрушках. Сейчас я добавляю немного ванилина, соль, одно яйцо я взбила блендером и добавила столовую ложку сверху сахара. Изюм. И добавляю сюда столовую ложку сверху манной крупы. В начинку для ватрушек можно добавить крахмал или муку. Начинка готова. Отставляем её в сторону. Сейчас я приготовлю посыпку, то есть штрезель для ватрушек. Для этого мягкое сливочное масло, столовая ложка. Добавляю сахара. И добавляю муку. Соединяем всё вместе до крошки. Тесто у нас готово. Я приношу извинения, когда мы делаем начинку, я забыла за сметану. Мы добавляем сюда столовую ложку сметаны. И соединяем вместе. Сейчас приступаем формировать ватрушки. Нам нужен стакан. Стакан мы опускаем в муку и вдавливаем тесто. Тесто промазываем яйцом. У меня яйцо здесь и 2 столовые ложки молока. Сейчас в каждую ватрушку мы закладываем творог. Ватрушки сверху я посыпаю штрезелем, крошкой, которую мы сделали. И отправляем в разогретую духовку на 20-22 минуты. Сейчас я буду готовить лимонную помадку. Для этого нам нужна сахарная пудра. И добавляю сюда лимонный сок. Сейчас я добавлю приблизительно пол чайной ложечки. перемешаю. И потом добавлять буду еще до консистенции помадки. Все, наши ватрушки готовы. Ой, запах стоит необыкновенный. Посмотрите, они какие получились. Очень ароматные, пушистые. Сейчас я сверху лимонной глазурью добавлю, дам немножко вкусовой оттенок. Вот эта лимонная нотка, она делает ватрушки необыкновенными. Они постоят на столе минут 20-30. За это время приготовим кофе и чай. И можно приглашать к столу и угощать всех необыкновенно вкусными, мягкими, творожными ватрушками с лимонным ароматом. Если вам рецепт понравился, ставьте лайк и делитесь со своими друзьями. А я прощаюсь с вами. До новых встреч!